Гаджи Автомат Гаджи Автомат Гаджи Автомат Я не могу точно говорить, что он выиграет Потому что это будет контакт Моё мнение, что В поединке их Гаджи Гаджи выиграет Сам Тимур Насколько серьезный оппонент Разбирали его сильные стороны, может быть, вместе? Да, Тимур очень хороший оппонент Он чемпион Европы по боксу профессиональный Не профессиональный, но Профессиональный, можно сказать, боксер Потому что он в детстве занимался боксом И Классический боксер Конечно По правилам бокса Это не самый легкий бой Для Гаджи, но мы сделаем все В наших силах Чтобы победить Я думаю Вы увидите 25 числа Как Гаджи выигрывает Тимура Ты будешь секундировать, я так понимаю? Да, я буду в угол Гаджи секундантом Вот на пресс-конференции Ты обратился к Саулу Кавалари Вообще, какие у тебя в дальнейшем планируются бои Кого бы ты хотел видеть своими соперниками? Саулу Кавалари Я уже, знаете Вот Изначально здесь должен был биться я с ним Потом Лига решила поставить вместо меня Дацика Дацик травмировался Или не травмировался Что у него там Дацик вылетел И буквально Вот сейчас неделя осталась Сегодня Только сегодня, да Они анонсировали, что будет Не Дацик И Я даже за неделю был Ну, когда со мной связался с менеджером Я дал свои согласия на бой Саула Уже Ну, я не знаю, что Ну, они решили вот Поставить Может они хотят Чтобы Наш Ну, они понимают Что наш бой интересен Аудитории Но Неделя Это не время для раскрутки Такого шурой Как Саулу Кавалари Хаисе Брагимов Следующее противостояние У меня запланировано Хардкорбоксинг Это Хардкорбоксинг У него, конечно же, нет боев Потому что я не знаю с кем биться Они не могут найти И приходится Хардкорбоксинг соглашаться Соглашаться, что Нужно зарабатывать Я ко всему И боксу, и ММА Отношусь как к работе Вот У меня Следующий соперник Это Денис Недашковский На январь Ну и все Пока Дальше я не знаю Это будет зависит от того Как я Денисом По Какой будет результат С бою Денисом Нет у него Уша На прошлой неделе Состоялся турнир РНТВ Бойцовского клуба Ты выступал на нем И тут Турнир возглавили Емельяненко и Коваленко Вот Александр Емельяненко И Святослав Коваленко Насколько тебя удивил результат Этого поединка Очередное поражение Александра И вот что можешь сказать По этому поводу Ну Я не знаю Смотря на Александра Как он На конференциях Или на каких-то там Подсъемах Куда он приходит И Жалко Жалко Если честно Жалко видеть Его в такой форме И Жалко понимать Что он собирается Биться так Может Я не знаю Какие у него там Ну Планы И какое у него положение Да Почему он так делает Мы не можем его судить Ну Это Я не знаю Ну Я так и Я думал Что так и будет Когда ну Выходил на бой Вот с этим Я если честно Вначале был удивлен Когда он бил Коваленко И в конце Ну Короче Я так скажу Что бой был равный Я не знаю Под конец Я уже думал Может быть Из-за того что там Александр знаете Возраст Уважение И так далее Равный бой Я думал ему отдадут Но дали Коваленко И Вот А так Я не знаю Дальше он собирается Тоже вроде Биться Многие говорят о том Что ему пора завершать карьеру Вот ты как к этому мнению Относишься Многие говорят Они не видят Всего что Какое положение Я же говорил Я не знаю В каком положении Нужно ему Может Ну Многие говорили про меня тоже Да Когда я на замену выходил И я вот сейчас даже Неделя до бокса Мне предложили Сразу согласился Саул очень хороший оппонент Я с ним бился И я знаю Что говорю Вот Я до сих пор Такой же характер остался И у Александра Наверное Свой характер Свой это ему решать Выходить Не выходить Я Знаете Поддерживаю выбор Человека Любого Да Ну как Вот его выбор Профессионала Спортсмена Выходить Не выходить Готовиться Не готовиться Тренироваться Что можешь сказать По этому поводу Выиграл Я так считаю Мое мнение Хоть кто там что говорит Это их мнение А Мое мнение Выиграл Мага Выиграл Петя Спасибо большое